Всем привет дорогие друзья! Закончился очередной матч английской премьер-лиги между Вестхэмом и Уиллхэмптоном. Матч обещал быть интересным по разным причинам. Это во-первых, все-таки за Вестхэм играет Андрей Ермольников, за которым много украинских болельщиков следит. И все надеются, что он скоро вернется на поле. Он вернулся на Болин, сегодня сыграл 10 минут, но об этом попозже. Еще плюс, интересна была лично для меня форма. В какой форме сейчас Уиллхэмптон, потому что они очень классно играли в первую половину сезона. Что к Сайме Вестхэма, здесь интрига состояла в том, во что будет играть Вестхэм. Никакого футбола не было, они сейчас на 17 месте. И вообще до карантина Вестхэм играл очень плохо. И интересно было, как Вестхэм подготовился именно к новому сезону. Ну и в принципе давайте посмотрим составы на матч. Вот такие составы на эту игру. В принципе без каких-либо сюрпризов. Единственное то, что у Уиллхэмптона не было Трауре. Уиллхэмптон играл 3-5-2. Вестхэм 4-2-3-1. То есть и Вестхэма, Ермоленко был в запасе. Олень не было, его вообще не было в заявке. То есть был Уиллшер на скамейке запасных. Был Силва Бальбуэна. То есть и Ланцини, который тоже вышел. Уиллхэмптон это конечно Адама Трауре. Самый главный футболист наверное Уиллхэмптона. Потому что этот человек реально делает разницу, когда выходит на поле или находится на поле. Но первый тайм, если честно, прошел очень, ну так скажем, скучно. Хотя Уиллхэмптон владел инициативой, играл лучше. То есть от Вестхэма все-таки вот вам и ответ на мой вопрос в начале. Почему, почему ребята Вестхэм не играет? Вот почему не играет, потому что у них нет идеи. У них нет идеи, я вообще не убедил никакой идеи. Вестхэм весь первый тайм играли через правый фланг. Пытались отдавать и на Антонио, который Форнальс смещался в центр нападения. А Антонио смещался на правый фланг, где пытался навесить штрафную. Но это тупо бездумные навесы. Но все-таки Антонио я хочу отметить в этом матче. Хоть и оценка у него не очень за первый тайм. Но именно Антонио, я считаю, был один из лучших по Вестхэмптон. Хотя ничего не создали. Был один момент у Форнальса. Он, наверное, испугался из перепуга. Пробил выше ворот. Вышел он даже 1-1 с фратарем. Но мяч срезался и пробил выше. Что касаемо Уоллхэмптона, у них тоже были хорошие моменты Жота. Я бы его отметил в этом матче. Он играл сегодня слева. Здесь показывается, что он правый на подаче. Но он играл слева сегодня. Слева фланга он с Хоней пытался. Через Жоту играли. Весь первый тайм играли через Жоту. Жота идет на него передача. И он пытается навесить. Это не проходило. Вестхэмп хорошо сидел в обороне. Что касаемо вообще ударов по воротам. Да, они не были особо опасны. Здесь моментов особых не было в первом тайме. Все интересное, конечно, было на второй тайм. Но второй тайм начался примерно так же, как и проходил первый тайм. То есть Уоллхэмптон владеет сетива. Хотя в Вестхэмптон чуть показалось, что больше желания у них было. Антонио, опять же, через него он пытался пробивать. Как бы были какие-то проходы, но особо опасных моментов не было. И у Уоллхэмптона не особо получалось. То есть как-то комбинировать и входить в штрафную. Было пару моментов у Жоты. Опять же, он классно играл в этом матче. И я бы его отметил. И давайте сразу я включу вам за весь матч статистику. И все самое интересное, ребята, началось после того, как вышел Адама Трауре и вышел Педру Нету. То есть вот здесь начался интересный футбол. Потому что первые, наверное, минут 10, когда вышел Трауре, не было никаких моментов. До него мяч не доходил. Но как только мяч дошел до Адама Трауре, тут же проход по правому флангу. Как вообще был этот гол? Обычный вынос. Вперед. Догорти выигрывает верховую борьбу. Скидывай на Трауре. Трауре обводит просто на своем правом фланге. Кресвелла и Райса, они вообще никак не смогли противостоять. Трауре в скорости. Он навешивает Хименес. Прям как знал. Забивает головой. Счет стоит 1-0. Ну, просто шикарно. То есть Трауре вышел. Навес и гол. То есть четкий навес, четкий удар, гол. 1-0. Волхамптон повел в счете. Я вот не понимаю, почему Траура не выпустить в начале матча. Но, возможно, все-таки были какие-то задумки у Сантоша. Вернее, у Санто. Поэтому, не знаю. После этого, ребята, вышел уже Лансини. У него был тоже неплохой момент. Волхамптон, но все же, все же, Волхамптон хорошо оборонялся. В Антонио врывался. Тоже пытался как бы расшатать оборону Волхамптона. Но не особо получалось. У Уэсткома нет идей. Я вообще не увидел. За счет чего. Обычно тупые навесы в штрафную. Больше ничего я не увидел от Уэсткома. У Уэсткома, да, есть идея. Есть ширина, есть проходы по флангам. Есть не бездумные навесы, а точные и четкие. От Траура или же от Джоты или от Хони. Вот, смотря кто на поле. Вышел Ермольенко на все 10 минут. Ничем он не... Пару раз коснулся мяча. Ну, дай бог, чтобы он набрал форму. То есть, он вышел уже хорошо. То есть, главное, чтобы не ломался и дальше играл. Я надеюсь, что будет край пасной. Потому что Филипп Андерсон, допустим, сегодня ужасный матч провел. Но на левом фланге это действительно... Сегодня он был в роли бегунка. Обычно бездумный бегунок, который бежит. И все, толку от него ноль было. Поэтому, ребят, единственное, что я могу сказать о Уэсткоме, это то, что у них большие проблемы. И они не оправдали ожидания. Для них карантин вообще никакой толчок не дал. Потому что нет прогресса в игре. В Уэлл Хэмптон видно, что, в принципе, на том же уровне играть. Но еще есть куда расти. Поэтому будем смотреть. Ну и второй гол был тоже довольно-таки интересным. Адама Траура начал атаку на правом фланге. Опять же, Адама обошел двух футболистов. Отдал на Догарте, который забегал. Тот простреливает в штрафную. И там слету Педро Нетту, слету классный, красивый гол забивает. Просто пушка. Не знаю, мне очень понравилось. Посмотрите в повторе. Я думаю, кто видел, тот подтвердит мои слова. То, что гол действительно красивый был. И, ну, Уэлл Хэмптон реально сильнее. Ну и вот, гляньте, тепловую карту в этом матче. Здесь, что касаемо Жоты. Да, видим левый фланг Уэлл Хэмптона. Просто зеленый. Потому что Жота действительно там постоянно врывался с Хони. Что касаемо Вестхэма, здесь видим, что на тепловой карте через правый фланг они в основном атаковали. Но тупые, бездумные навесы. Все, больше ничего от Вестхэма мы не увидели. А вот когда вышел Траура и, в принципе, Уэлл Хэмптон начал играть уже через правый фланг. Еще один показатель, очень важный, это потери мяча. То есть, у Вестхэма их было не настолько больше, нежели у Волков. Но все же 23 против 19. Но здесь хотел бы отметить ваше внимание в том, что на правом фланге Вестхэм, видим, да, где терял мяч и Вестхэм оранжевым отмечено, то в основном теряли мяч именно на правом фланге, где пытались навешивать. То есть, весь акцент был на правом фланге, где был Антонио, где врывался он и пытался навесить. Все, то есть, и там они теряли мяч, и у них не было идеи обычной навесы, больше ничего. Я не видел от Вестхэма. Ну и вот, ребята, таблица. Волхэмптон шестой пока что. Они сравнялись с Манчестер Юнайтед. У них тоже по 30 матчей, по 46 очков. Форма что у Манчестера, что у Волхэмптона неплохая. Поражений нет в последних шести матчах. Но еще не сыграл свой матч Шеффилд. У них 29 матчей, поэтому номинально пока Шеффилда есть шанс выйти все-таки на пятую позицию. Но все будет решаться. У Волхэмптона впереди матчи с Шеффилдом будут. Там матч еще будет с Ливи. Вернее, будет игра с Арсеналом. Ну, а что касаемо Вестхэма, здесь, видимо, большие проблемы. Потому что если выиграет Бормут, если выиграет Стонвилла у Челсина, то все возможно. Да, то Вестхэм вообще опустится на предпоследнюю позицию. И у них большие проблемы. Я не знаю, как они будут вылазить с этой жопы, потому что они там находятся. И, в принципе, никаких предпосылок игры нет. У Вестхэма игры нет, ребята. Жаль Ермоленко, но я надеюсь, что именно он станет тем футболистом, который вытащит Вестхэм из дна. Я на это надеюсь. Ну, а Уолхэмптон дальше продолжает играть хорошо. Поэтому можно только поздравить их с победой и с тремя очками. Ну и на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это очень важно для развития канала. Пишите свое мнение об этом матче. Как вам вообще возвращение Андрея Ермоленко, например, и игра Уолхэмптона. И лично мне понравилась игра Адама Траура. Он показывает очень высокий уровень футбола. Я думаю, что надолго он здесь не задержится. Я думаю, его купит какой-то большой клуб. Поэтому это действительно классный футболист. Ну и всем удачи. Всем пока.